Добрый день! Сегодня 25 января 2023 года у нас письмо. Невеста для кавалера, 70 лет. Я так думаю, что это, по-моему, уже у нас третья будет часть, потому как у нас есть объявление о наличии такого кавалера. Потом у нас есть история, которую одна леди рассказала. Теперь у нас вторая. Если кто-то ещё хочет поделиться, добро пожаловать! Мы выслушаем ваши впечатления. Итак, здравствуйте, милая Галиночка! Здравствуйте, мои дорогие! Хочется поделиться этой историей с вами и девочками нашего канала. Тем более, что вы сами здесь участны, как бы в сводостве невест для Ивана. Да-да-да, приняла активное участие. Так зовут нашего героя. После того, как вы дали мой телефон Ивану, он через 2-3 дня написал мне смс. А чего он же дал 2-3 дня, он шибко был занят с другими невестами. Написал мне смс, и наше общение завязалось. Мы стали созваниваться по телефону на камеру. Конечно же, первое мое впечатление о нём сложилось двойственное. С одной стороны, внешне не молод. Ну, 70 лет, девочки. Я-то вот усиленно морду колю каждые полгода, вот до того, что у меня спрашивают. А как бы там вы делали круговую подтяжку? Он-то ничего не колет. Внешне не молод, глуховат, со слуховым аппаратом на левом ухе. Ой, а я не знала. Может, это просто наушник? У меня тоже висит постоянно, чтобы нас никто не перебивал. Шепелявит. Да, у него, по-моему, зуба какого-то нет. Явная проблема с зубами. Говорливый, самовлюблённый. Да-да-да, самовлюблённый – это да. Восхваляет себя, что силён и могуч физически. С одной стороны, и правда вроде как выглядит на свои 70 лет, неплохо физически, сидит за рулём огромного трака. В эти годы выполняет тяжёлый ответственный труд и неплохо зарабатывает активный общительный. Не скучный, подумала я. И мы продолжили общение. В течение каждого дня он закидывал на мой телефон рилсы с красивыми картинками и видео о том, как мужчина должен любить женщину, а она его, и что скрепляет отношения. Но всякие красивые слова и мелодии. Когда мы созванивались, он объяснил мне, что то, что он мне посылает, это как бы он с этим согласен, и это его мысли и чувства ко мне. Я просила его корректно не закидывать мне всё это, а лучше созвониться и поговорить, да-да-да, не надо мне того, что вы там наслушались, скажите мне сами, что вы думаете по этому поводу. На что он говорил мне, что ему же всё ясно, что он меня влюбил, и ему нужна именно такая женщина, как я. Я думаю, что он всем так говорит и во всех влюбляется. Потому что, помните, самую первую историю, в которой я принимала участие, потому что я сказала, девочка приедет сюда ко мне, и мы уже посмотрим, можно вам доверять, нельзя доверять. И он уже колечко собирался покупать, и бла-бла-бла. Помните всю эту историю? Ему нужна именно такая женщина, как я. Я настаивала на том, что мы должны встретиться и понять при встрече, насколько мы подходим друг к другу. Я говорю, однозначно, вот ваше бла-бла-бла оставьте, можете болтать, я что-то процежу, 48-ю часть оставлю, а всё остальное, будьте любезны при встрече. Провести какое-то время вместе, пояснила ему, что я не могу так быстро на расстоянии говорить о чувствах и каких-то обещаниях друг к другу. За время общения мы затронули и тему его проблем со здоровьем. Он не скрывал о том, что у него сахарный диабет, я не знала, проблемы с зубами и желудком. Он объяснил мне, что всё не мог найти времени для себя, чтобы заняться зубами в Америке. И он планирует поехать в Мексику в ближайшие 2-3 месяца этим заняться. Да-да-да, я тоже теперь заряжаю, когда в Мексику. Я зубки проверяю, вот мне снова все почистили, я снова молодая, красивая, причём у меня теперь здесь бесплатная чистка, потому что у меня и дентал-страховка благодаря моему замужеству тоже есть. Но я всё равно, если что-то подправлять, я поеду к тем докторам, которые мне очень понравились, несмотря на то, что здесь мне много сделать могут бесплатно. Но вот реставрацию зубов, я даже не знаю, она входит у меня здесь в страховку или нет, но я когда туда буду ездить, буду к ним захаживать. Хотя моя чистка в этот раз обошлась достаточно дорого по сравнению с предыдущими ценами, то есть они ничего не делали, просто почистили за 91 доллар. То есть когда я сюда приехала, чистка была 60, даже в Америке, а сейчас в Мексике уже 91, а здесь за 130, а у Люсиного доктора в Бостон я ездила, там за 250 мне почистили. А в целом у нас получался диалог о жизни, и мы делились друг к другу о каких-то жизненных событиях, которые пережили. Он рассказал мне о своей семье, о болезни жены и её потери, об отношениях со своими детьми и внуками, где есть сложности и проблемы, у кого их нет, девочки. Кажется, вот на ровном месте иногда такие проблемы, что диву даёшься, откуда, что берётся. О том, что купил дом, но не для себя, а для любимого внука, но пока планирует его сдать в аренду. Интересно, а мне-то он говорил, что просто сдал для того, чтобы дом себя оплачивал. Рассказал о своём траковом бизнесе, о том, что планирует работать в нём ещё лет пять. Ого, себе, подумала я. А после уехать в Россию и купить домик в окрестностях Сочи и там доживать свою старость. Ну да, на нашу пенсию там, конечно, будешь кум-королю, а здесь-то то, что он заработает, может быть, и не будет достаточно на достойную старость. В общем, Иван не открылся во всём. Я была сдержанная, особо не открывалась в своих планах на жизнь. Я видела, что он скучает по общению, и ему очень хотелось высказаться и поделиться о наболевшем. Вроде как всё выстроилось на дружеской ноте. Уже через неделю нашего общения он поменялся и не стал меня заваливать красивыми картинками. Лишь утром поцеловал приветствия в открытках, а позже днём мы созванивались. Он выговаривался мне, скидывал несколько своих фото и видео о том, что видит пути за рулём своего трака. А мне было приятно, что человек меняется, выделяет мне внимание, разумно реагирует на какие-то мои рассуждения по поводу моей адаптации в Америке. А я приехала лишь полтора месяца назад, а я не знала, что вы тут новичок, или просто уже забыла. Простите меня, девочки. И в целом о моём мнении о выстраивании наших отношений. Готов меняться и заниматься своим здоровьем. И вот как-то вечером он мне звонит подвыпивший и говорит, что продал свой последний тракт с целью обновить и купить другой. Но пока у него есть свободные дни от работы, он готов приехать ко мне. А расстояние между нами 750 миль. Он в штате Вашингтон, а я в Северной Каролине. Ой, да куда и хотел из Каролины? Вы тут моя соседка, давайте кофе попьём где-нибудь. А это 10-11 часов на машине. Для меня было неожиданным. И это его решение. Но я не стала отговаривать. Мужчина решил, пусть действует. А там поглядим. Надо сказать, что в настоящее время я живу со своими взрослыми детьми. Мы снимаем большой дом. Четыре бедрум. Да, большой. Вот у нас тоже четыре. Мой старший сын уже гражданин. Младшие с женой приехали год назад в Америку. И вот я дождалась иммиграционной визы. Я вас поздравляю. По воссоединению со старшим сыном и приехала по визе. Как хорошо. Сейчас я в периоде адаптации. Получаю все необходимые документы. Об этом с Иваном мы говорили. Он знал моё состояние дел. На следующее утро, после того, как Иван мне объявил о своём визите, он мне звонит уже, находясь в пути, радостно сообщает, что он в пути ко мне. И к вечеру будет. Я спросила, где он планирует остановиться? В каком отеле? Или ему помочь с этим? Да вы тут полтора месяца будете помогать мужику, который здесь прожил сколько? 17 лет, по-моему, уже. Он сказал, приеду, решим. Но я-то понимаю, что он приедет уже после заката, после такого долгого пути. А дорога, по которой он ехал, ещё и тяжёлая. Гололёд, заносы снежные, подъёмы и спуски, машины стоят в трафике. Это он сам мне всё показывал по пути следования. А я читаю и удивляюсь. Думаю, мы же тут рядом. У нас снега нет, у нас вот дождит, правда. Второй день мы позавчера прилетели, оно дождит и дождит. Я хочу съездить к парикмакерам всё-таки, переговорить о своих косичках, которые у меня не сложилось там сделать, из-за того, что мы на день раньше улетели. Ну вот, думаю, поеду в дождь, что делать-то? А вы мне тут про снега какие-то. Ну да, оттуда, наверное, если по северной дороге где-то ехать, то и снега. Я даже как-то посмела сказать ему, что зачем он в такую погоду риснул ехать на своём стареньком Мерседесе. Так он всё-таки старенький. А он тут грозился произвести впечатление на женщину своим Мерседесом. Мам, дорогая, вам проявлял геройство и настойчивость в своих воспылавших чувствах ко мне. Он говорил, что едет покорять меня, и что для себя он всё решил. Если при встрече он не понравится, он готов забрать меня, и мы вернёмся в Вашингтон, покупаем трак, и будем вдвоём ездить, зарабатывать деньги, а потом улетать куда-то на отдых на песчаные пляжи, матушки мои родные. Во-первых, я вот здесь пока не забыла. Вы же знаете, у меня теперь память раз замечательная. Я могу что-то и забыть. Я хочу сказать, что, леди, если кто-то надумает ему писать, после прочтения вот уже теперь писем от двух претендентов, которые таковой опыт имели, вы должны держать в голове, что дяденька, дедушка, дедушка планирует уезжать в Сочи. Сочи когда-то была третьей столицей России, и Женечка мой говорил о том, что, ну, если Путину оно подходит, то и Джеймсу Смису оно тоже подходит. Ну, во-первых, он не Путин, и у него нету там яхты такой замечательной, которая так где-то может припарковаться, и таких дворцов. А во-вторых, неизвестно, что в России-то будет после войны. Уже сейчас вон очереди за яйцами выстраиваются, а дальше непонятно, что будет. Поэтому вы должны четко для себя решить, хочу ли я уехать в Россию через пять лет. Вот он себе так напланировал. Пусть дом будет внуку любимому, а я поеду туда и буду жить. Хотя, если этот дом сдавать, то на эти деньги можно жить. Он купил ближе к Гринвиллу. Там может быть и дом подороже, может быть и аренда подороже. В общем, решил взять быкозорка, подумала я. Я не могла его в чем-то отговаривать во время уже принятого решения. Ведь он был уже на пути ко мне. Ладно, думаю, приедет, увидимся, решим. Но сама я-то, конечно же, не была готова к такому резкому повороту событий. Тем более, раньше мы обсуждали с ним нашу предполагаемую встречу, но не такую спонтанную, как он затеял. Но он вообще, видимо, спонтанный человек. Вот решил, продал, есть время, есть деньги, поеду погуляю. Все равно пока машину надо подыскивать. Продолжение следует. Всего доброго, пока-пока. Я с вами была Галина Смис.